Я вот посмотрел ваши ролики с Игнатием, мне нравится ваше общение, я вот постоянно слушаю. Единственный вот вопрос, дело в том, что я сам человек верующий и баптист, в общем так, отделён, с вами, да? Конечно. Международный совет церкви, совет церкви. Вот у меня вопрос, почему же мы пишите икону? В Библии написано сделать изображение. И вы делаете упор, что не сделай себе изображение, не то, что на небе, не то, что на земле. Но это легко объясняется, кто на небе у нас летают, птицы у нас летают на небе. Не поклоняйся птицам, не делай изображение, то, что на земле, то, что под водой, опять же, ну вот сделали себе Нептунов, там сделали золотых тельцов, понимаете, как. Вот эти все и поклоняются. Понимаете, а у нас наставники святые. А это всего лишь символ, вот хорошо Осипов объясняет, вот как он говорит. Ну это вы, вы же вот уезжаете в дальние странствия, берете с собой фотографию семьи своей жены, там детей, вот. И там, соскучившись по их, как говорится, по их образу, там лицо, достаете фотографию, целуете ее. Вот. А также и мы, вот, иконы такие, святых людей, которые когда-то жили, вот, просто просим, уповаем о том, чтобы они помолились, попросили Бога. Есть единственный, извините, попивая, один, как говорится, через последний, через который он попросил, это Иисус Христос, только ему надо молиться. Правильно, ему, да. Вот, как у нас, к примеру, на земле происходит, вот, директор предприятия какого-то большого, очень занятой такой человек. Ну это чисто по-человеческим, по нашим преимущим таким, по нашим маловосприимчивости к Богу, вот, нам кажется, что может быть. Просим, вот, человека какого-то, который, я сейчас Богом, святой, ну я вот прошу Бога, ну типа, проси его за меня, походатайствуй за меня. Это всего лишь вот на этом уровне, тут, ничего большего. Но есть же не вопрошать мир, не вопрошать мир, свинь, ну, я не знаю, вы просто делаете из этого. Я его даже не понимаю, как можно описать. Вы встали уже, это не как разговоров. Ну, вообще, вот... Я не знаю, чтобы встал, я не вижу в этом проблем никаких. Ну, какие могут быть здесь проблемы? Ну, в чем? Ну, Христос, вот, актер, допустим, сколько лет хранилось, это же описание, описание, сколько есть, вот, когда его вели на крест, ему женщина подала, ну, полотенце подала, он вытер лицо себе. Вот, и напечатался его образ. Вот этот вот плат назвали спас невухотворный, то есть, сделали уже из этого вот образ как-то, ну, это естественный образ спасителя, то есть, его, как говорится, из него начали писать первые иконы. Он курает хорошо, говорит, вот, баптисты, как, к примеру, молятся. Баптисты закрывают глаза и стараются... Ну, а мы люди, опять же, грешные, мы не можем уйти от чего-то такого, что у нас постоянно же какие-то мысли у нас, они как перекрестный огонь, одна залетела, другая вылетела там, и образы какие-то возникают в голове, и какие-то лица, опять же, возникают. А проще, чтобы нам сконцентрироваться на Боге, мы знаем, был Христос на земле, мы знаем его образ, так как сохранилось, и плащаница сохранилась, и платни рукотворный. Мы смотрим на эти образа и видим в них Господа. То есть его образ. Ну, наше зрение несовершенно, мы не можем себе, закрыть глаза, представить Бога. А ведь мы пытаемся все равно по нашему грешному разуму, мы пытаемся все равно, как бы там ни было, как бы мы не убегали от этого, все равно мы хотим образ воспроизвести его в своем уме. Но, вы знаете, я знаю одного человека, богатого человека, те же там рынок, у него там ресторан, вот у него есть древняя старинная икона, то есть 17 век, он говорит, на море. И я ему говорю, это, как, в Библии запрещено, вот эти вот иконы. Но он вот вперся и говорит, эта икона ему нужна, она намолена, и он ее очень ценит. Казалось бы, казалось бы, ничего плохого нет. Но, как человек, он не стал к Богу не приблизиться, не на ее. Вот он, как бы, ценит эту икону. Мне кажется, за эту икону он даже готов был, может быть, даже и Реши своего. Православный, но в то же время он богатый человек, ему 50, сейчас 6 лет, он соблазняет 18 девочек, возит. Ну, он будет отвечать за это, ну, а мы к нему какой-то причастный. Мы с ним не участвуем в его делах и все, а что нам смотреть на него? Просто я говорю, что икона, она человек, вот я сам почему против иконы, я вам скажу, если вам интересно. Дело в том, что икона вызывает у человека внешние чувства. Я же говорю, она не у всех вызывает, далеко не у всех, понимаете? Она вызывает у тех людей, которые не верят в Бога, которые ищут Бога на земле, а не на небе, понимаете? Но среди православных таких людей, как говорится, не все они такие. Есть истинно православные люди, которые не видят божества в иконе, понимаете? Которые смотрят все как, ну, как на картинку. Они понимают прекрасно, что Бог в небе. Есть, конечно, из этого культ возвели, но если вы возьмите старые святых отцов, почитайте. Не было такого, просто святые отцы сказали, чтобы почитали просто иконы. Вот, потому что на них изображены. Ну, возьмите фотографию своей матери, да? Вы уже почитаете ее, правильно, подскочит вам какой-то там негодяй, начнет ее рвать у вас на глазах, вы же, вы же, естественно, ступите свои все силы, отдадите, чтобы отбить у него эту фотографию. Вы же ее, вы же почитаете, мать там ваша где-то в покое находится в каком-то, а вы истязает фотографию, понимаете? И вы, естественно, будете, жизнь отдадите за эту фотографию. Такое отношение его-то и к иконе должно, потому что на ней изображена мать, допустим, Христа Богородицы, изображена на ней. А Богородичные иконы с первого века, вот у меня есть в Израиле люди в музее, на ней мне прислали видео, допустим, с первого века, то есть через 200 лет образ Богородицы, уже писали именно иконы. Хорошо, я вам вопрос и дам. Икона, она помогает для человека, чтобы человек спас. Нужна икона? Иконы нужны для людей, чтобы они могли спасись. Конечно. Не в коем случае. В Новом Завете, в Новом Завете, и Христос, и апостолы, они не написали ни одного слова об иконе. Ни одного. Это что-то говорит? А разве Христос написал о многом другом, о посчитании, там, Троица, Святой Год, открытый, он там написал, что-то много, много всего такого было, чего не написано, чего люди просто сами дошли к моему. Вот, допустим, в Новом Завете не написано ничего. И насчет вот этих Керубимов, которые ядерцы, это непосредственно сам Бог сказал Моиси. заповедь оставил, чтобы он начинал. Вот правильно, заповедь оставил, но в храме-то... Ибо в Моисе, в храме, да. В храме-то были изображения, понимаете, изображения были. Бог говорит, не сотвори себе то, что в небе, то, что под Невом на земле, и то, что под водой внизу, там, это говорится вот именно о таких вот созданиях, к примеру, рыбы там, или телец, который вы сделали, или поклоняются, я же говорю, русалкам там всяким. Вот таких вот не сотвори себе и не поклоняйся им. Я много встречал людей, не встречал людей, ни одного, который поклоняется рыбе и там, допустим, птицам, а вот иконам поклоняются. Вы смотрите, что происходит, когда стал потворение, неверующие люди идут целовать икону. Ну, эти люди дадут, они свой ответ будут давать. Мы же, я вот конкретно сам для себя отвечаем. Вот я пишу, вот сейчас, допустим, иконы, мирные иконы, вот младенцев будут крестить, там, верующие семьи будут крестить. У нас есть святцы, вот, допустим, они будут называть детей своих по именам тех святых, которые мне не родились, понимаете, как. И все, я для этого пишу. Это вот будут их, как бы, такие, понимаете, наставники, потому что, как апостол сказал, учитесь у наставников ваших, вот. Они будут их наставник, они будут считать их жития, как они жили, как они поклонялись Христу, как служили Богу, и будут, как говорится, по их житиям смотреть, и будут учиться при их примеру поклоняться Господу. Тут, ну, я не знаю, тут, по-моему, все понятно. У нас каждый, вот, святой, к примеру, он совершал какой-то подвиг ради Христа, или были, вот, какие-то люди такие, совершали, ну, просто брали на себя, какие-то вот ножи такие, неподъемные, или вот ради Христа какие-то подвиги шли. Вот эти люди у нас названы святыми, и Церковь Православная призывает подражать их жизни, вот, этих святых, и учиться, учиться у них любви к Богу. У нас же у всех есть люди, на которых мы ориентируемся по жизни, и от которых учимся чему-то. Вот, допустим, я смотрю на свое у отца, и мне очень нравится, как он, допустим, отдает себя вот в работе, там, как он трудится, и вот я стараюсь ему подражать в этой работе, и тоже люблю трудиться, научился от него. Вот так же к святым. Знаете, Сергей, а вам сколько веет? Вам, наверное, как имени, 40, да? Нет? Мне 42. А, 42, ну, хорошо вы. Мне двое внуков, дочь родила на прошлой неделе. Я больше стараюсь, как бы, не досаждать людям, не, как говорится, извиниться за все прошлое, то, что кому-то принес какие-то обиды, там, или страдания какие-то. вот это меня больше угнетаете. А, такие вещи, вот понимаете, как я, вот, к примеру, еще сколько, 10 лет назад лежал, как бревно вообще. То есть, у меня ни руки, ни ноги не шевелились. Вот у меня шея шевелилась, только и все. теперь в аварию попали к автомобилям, да? Там у меня есть сайт «Житие.ру» называется, можно в Яндексе вести, «Житие по-русски», «Житие.ру». И там вот сайт такой есть, там написано, что там, ну, всю историю свою рассказываю. Вот. И я лежал два года, у меня, в общем, семь шейных позвонков переломаны, щепки разлетелись, и спиной мозг 15 сантиметров разорван полностью, разорван, раздроблен, то есть, жить я, по сути, не должен был жить, ну, совершенно, потому что такие травмы, они несовместимы с жизнью, абсолютную. Вот я живу уже 12 лет, вот, взял, когда, я вот пишу плечом, икону, у меня вот рука, она не поднимается, а вот у меня плечо работает одно, я вот плечом вот этим вот руковожу и рисую. Я в этом вижу промысел Божий, понимаете, немощный человек, люди пишут мне, читают мою жизнь, как я лежу, понимаете, человек считает, что у него какая-то горе, там, беда, он там зарплату малую получает, а глядя на мою жизнь, он укрепляется. Меня для этого Господь положил на это ложе, укреплять людей в вере, сейчас мужики жалуются, я, да вы чего, я лежу, я работаю, за трех мужиков денег зарабатываю, вот, а вы жалуетесь там семью и не можете обеспечить себе. Вот, смотрю, человек укрепляется уже, да, действительно, почему же, почему же он может, а я, он у него рук, ног нет, он может, а я с руками и ногами не могу. Вы сильны, есть любопавы, есть сильны. Вот, вы сильны, ведь вам вот такое испытание. Да, не в том дело сильны, и нам Господь дал заповедь по вере вашей, да будет вам. Нам не надо быть сильным, какая во мне сила, на меня дуни, я упаду. А я просто верю в то, что Господь со мной рядом, и Он через свою благость открывает во мне любую силу. Знаете, Сергей, мог быть я немножко недостоин вам такие вещи говорить, но вы вообще ознакомились с трудами евангельских христианбарков? Вам неинтересно? Нет. Нет. А вы знаете такого Михаила Ивана Юрьевича Корьева? Как скажешь? Михаила Ивановича Корьева. Я вам могу дать ссылку, и вы можете на нее выйти и прослушать аудиопропу. Не хотели? Я слушаю иногда и проповедь баптистов мне очень нравится, почему бы и нет. Я считаю баптистов братьями православных. Хотя Игнатих утверждает, что на баптистах хотя он говорит, что Дух Святой привел их к Богу, но потому что нету таинства Евхаристии, то есть нет причастия такого, они не спасаются, баптисты, потому что нету положенного священства, и причастия нет, поэтому я не знаю, я все равно верю в то, что спасаются и баптисты, и православные, но у меня вера такая есть. поэтому причастие это есть. Оно есть, у баптистов оно как бы немного искажено. Рукоположение, рукоположение нет, то есть от первоначальной церкви нет рукоположения. Но это и на 1000 есть, там у него есть проповеди такие хорошие. Он рассказывает, он приводит местописания и все подобное. Вот вы знаете, очень много баптистов страдало в тюрьмах. Сергей, я не против баптистов, ни в коем я же сказал, мы братья, баптисты православные, они братья во Христе. я абсолютно не против. Я объясните, может быть буду с вами немножко жесток. Дело в том, что именно баптисты утверждают, что иконы это зло и идолопутлонство. Но они это не абсолютно я не ошибаются. не ошибаются. Понимаете, прав Господь один. И Господь один прав. Все. Кто ошибается, кто нет. Я сегодня только наткнулся на такую фотографию, но я уже неоднократно ее видел. там изображен такой круг и квадрат тени. Под разными углами идут разные цветы на стене, цвет тени. вот, то есть и это правда, и это правда, а истина совсем другая. Вот, мы можем утверждать все, что угодно, но я вижу по той благодати, которую Господь изливает на меня по моим молитвам. Понимаете, как? Я просто не берусь утверждать, я просто говорю, что Господь благословляет меня на всех моих путях. Абсолютно. какую я испытываю радость от своего существования, какую я испытываю счастье просто вот в этом, в том, что я могу служить людям, помогать людям. Вот, я могу даже смело сказать, через мой опыт, вот этот вот, который Господь дал мне, опыт терпения, болезни, я вижу, как люди обращаются к Богу, начинают приходить к Богу. Это десятки людей. Я видел, как одна мать в Канаде, я точнее не видел, у нас есть, сохранилась переписка, мать наркомана в Канаде, сын около пяти лет на игле сидел, вот, она заказала у меня икону, вот, и я отправили мы в Канаду икону, я не помню, какой Богородицы, по-моему, вот, пришла эта икона и мать пишет мне, я, говорит, отдала сыну эту икону и дала ссылку на ваш сайт, сын прочитал сайт ваш, вашу жизнь, взял эту икону и сказал, мам, возьми мне завтра с собой в храм первый раз, сын покаялся, бросил колодцы, бросил наркотики, стал с матерью ходить в храм, а то, что там кто-то, что-то, я осуждать, как говорится, никого не берусь, я вижу, какая благодать и заливается по моим делам. Что же я буду говорить, что это зло, если через мои иконы люди обращаются, бросают колодцы пить, один москвич там, заядлый игрок, он не то, что по казино, по клубам ходил, просаживал деньги, стал посещать православную церковь, стал человеком, как говорится, стал просвещаться, читать святые писания, бросил пить, курить. Лучший опыт. Видите, дело в том, я честно вам признаюсь, я даже помню, как-то мне было лет 5, 6, 7, я впервые по телевизору увидел икон. Я честно вам скажу, они мне произвели на меня впечатление такое вот мрачное, согласитесь? А вы видели, если смотреть, они не мрачновато. А вы вообще мои иконы видели, вы так рассуждаете? Вы мои иконы видели, вы так рассуждаете? Нет, вообще, ну вообще, вы видели мои иконы. Я видел ваши иконы. Ну а разве одна из них какой-то мрак дают или что? Я имею в виду говорю про то, как я вот увидел первый раз в детстве иконы, и они на меня произвели тягостное... Ну я-то не могу тоже, я-то не могу ничего сказать. Я тоже в детстве я был, как говорится, непросвещенным человеком, неверующим. Вот сейчас Господь меня просветил, и я его веровал. В детстве я одним был, сейчас я другой. Есть, конечно, были, ну это люди разные, понимаете, как люди разные, мировоззрения у всех разные. Кто-то писал совсем чудовищные образа, то есть на них страшно глядеть, да, действительно. Я что могу делать? Эти люди сами за себя будут отвечать, мне зачем за них говорить что-то? Я не хочу, чтобы я просто хотел сказать, что апостол писал послание, что если я буду, ну если я ем, когда я с вами с вами говорю, если я ем мясо и мой немощный брат от этого соблазняется, я вверх не буду ест это мясо. Знаете, да? таково? Братья, мои братья, поверье, никто не соблазняется от моих икон. И вот я вам честно скажу, что вы знаете, иконоборческие очень много людей убивалось за иконы, что не сразу я какое вы не приводите к этому положению, а я какое отношение к ним имею, как иконоборческие, я не боролся с иконами, не убивал я никого, я при чем здесь? Мне святые отцы сказали, отцы церкви сказали, не почитание святых икон анафема, понимаете, как поругание святых икон анафема, святые отцы церкви ставили, мы святых отцов почитаем и уважаем, понимаете, ориентируемся на святых отцов первого века, шестнадцатого века, восемнадцатого века и всех подобных веков, начиная от апостольских времен, начиная от апостолов, понимаете, как мы почитаем апостолы равнозначно и святых отцов почитаем. Ниже, ниже Бога, конечно, почитаем. Помните в послании Богослава Павел писал, значит, если мы знали по виду Иисуса Христа, помните, да, такое есть, то сейчас мы и не знаем. Есть такое, знаете, да? То есть раньше мы видели, то сейчас мы то есть как бы это говорилось, что не само, то есть не сам вот вид Иисуса Христа, а именно его снова спасает, не вид. Иначе Бог бы оставил. Нет, ну вы конкретно найдите этот стих и мы обсудим его конкретно. Я подготовлюсь в следующий раз. Я вот другой вопрос у меня помню. Часто вот, значит, я много слушал ваши разговоры с Сергей Тихеновичем и он не раз говорил, что церковь, да, это, значит, московский патриотат, там попы, это балки. Было такое? Ну да. Я это подтверждаю. Я подтверждаю это. То есть вы подтверждаете. И вот происходит небольшой противоречий. Он говорит, я за все свое время, сколько вот благодаря моим пропорту люди обращались, я послал их московский патриархан. Как это получается? Очень просто. Он не всех называет волками. Не все, далеко не все. Есть люди в московской патриархии, честные люди, понимаете, грамотные люди есть. А волками, как говорится, Господь сказал, вы будете как овцы среди волков. Вот среди этих волков и есть овцы, как в любом другом обществе. Московская патриархия, он называет благодатным Игнать Тихонович. Он за ней говорит, не отрицает благодатности московской патриархии. Говорит, что ее сейчас населяют люди недобросовестные, неверующие, нечестные люди. Выгнать вот эту всякую мразь из церкви, понимаете, поставить во голову угла креста поставить честных людей. Вот и все. Я не отрицаю благодатность московской патриархии. Потому что я знаю там честных людей, настоящих пастырей, добрых пастырей. Но ведь ... не знаю, чего надо мне подготовить в следующий раз. Я с вами буду разговаривать. Обязательно подготовиться. Потому что немножко смущает и мы можем пообщаться назначить любой день. И знаете, как можно сделать? У меня есть из бывших баптистов есть человек один, он нынче в православии, и он ответит очень грамотно на все вопросы поставленные. А вас вынуждает мне бесплатить его скачать? Да его не всегда можно поймать. У нас время разное. Это мы можем договориться и вместе потом надо подготовиться только вопрос, как список составить и можем тогда вместе пообщаться. кстати давно уже хочу с ним созвониться. Хорошо, вот вы знаете, я с вами вам это говорю не потому, чтобы вас победить в споре или там, я просто я вам терпение, я вам честно скажу. Как и Геннадий Иханович, так и вы в заплужите. Ну, я понимаю. Но то же самое я и вам могу сказать. Почему? Ну, потому, что вы мне говорите. Почему мы без облуждений вы думаете. Откуда бы у вас такое мнение взялось. Ну, потому, что тут же православие тысячи людей не приходят в церковь. Они происходят там дуала понимают, что происходит. Понимаете, вот ваше мнение, оно правильное, да, оно правильное, но основного нет. У вас нет рукоположенного священства, от этого это самое основное, которое перекрывает все козыри ваши. У вас нет рукоположенного священства, от этого нет причастия вашей церкви. И все, это перекрывает все козыри, которые вы мне дадите. Сыгер, да и не надо, вот это не нужно. Мы давайте лучше, как вы, не вы меня не уведете в свое верование, я вас не уведу, это лишний. Вот. А так, чтобы разобрать вопросы по существу, по существу, давайте подготовьте список и назначил день. Да, я хорошо вам может быть сейчас. Так, ну давайте как вот я подклублюсь. Так, сабы вы свободны. Не, вы вот тут вот, здесь же можно писать в этом, я вам два раза вот отвечал в этом скайте, а вы так и не увидели, наверное. Вот здесь строка есть, вот внизу строка, и тут можно писать, если вы вот как подготовитесь, вот сюда напишите в строку, что... Окей, вот у меня как вы думаете, вот какая у меня цель? вот общение с вами. Как вы сами думаете? Да я... Зачем мне думать? Сергей, понимаете, у меня сотни, у меня сотни людей, вот я сегодня только двум людям отказал в общении по скайпу, потому что у меня нет ни времени, ни здоровья, ни сил нету. Вот у меня у меня сыпется по письмам на там на мейл, у меня нет такой возможности что-то думать за каждого. У меня свои грехов выше крыши, я не знаю, как мне молиться, отмаливать грехи, еще я буду за кого-то что-то думать. Зачем мне это нужно? Да нет, я просто... Мне вот и вы симпатичны, и Игнатия Тихонович, я, честно говоря, полюбил ваши разговоры и вывод. Если вот, допустим, я иногда думал, если реформировать православную церковь, она превратится в чистом баптистом, если по-настоящему реформировать. Вы вспомните первая церковь. Первая церковь, фокот Балпан. Там же не было никаких не было никаких ряз, скотил, никаких икон. Иконы были, с первого века иконы были. Да вы что, не было никаких? Были. Они сейчас выставлены в катакомбах, в музеях иконы тех времен. Они просто не описаны, потому что не просто не было никакой нужды описывать это. Там всегда они были во все времена. и все вот мне честно говоря, вот мне не нравится, когда говорят, вот значит, Бог Моисей поповедил вокруг хирургима изображения. Но ведь если бы в православной церкви стены расписывали, ну допустим, из сюжета из Библии, сюжеты, кто бы против, кто бы что-нибудь говорил, но сами рассудили. А так и расписывать стены в православных храмах, сюжеты из Библии есть. Так за это бы никто ничего не скатал. А вот эти иконы, я знаю, что тысячи людей, я вот знаю, и для них на машинах иконы. Люди возят иконы, чтобы их спасала икона отдавали. Ну мы опять же, вот опять же пришли от чего ушли, но они сами будут отвечать за это. Понимаете, и те папы, которые их не учат, понимаете, правильно почитать иконы, они будут отвечать. Но они люди недрамотные. Мы пытаемся вот игнорить их, в частности, я этим людям пытаюсь объяснять, что не нужно. Это всего лишь почитание, как фотографии вашей мамы, почитание, вот такое почитание иконы. Потому что на нем изображен образ Христа или матери его. Не больше. Они себе там напридумывали что-то непонятное, вот они будут за это отвечать. Ну и о пользе от техникур не такой, а вред огромный. Так не лучше вообще дали. Вот я опять же возвращаюсь к святым отцам, которые почитают православную церковь. Святые отцы сказали не почитание святых икон анафему, отвержение святых как у икон анафемы. Анафема. А вот это монастырь это что же вы считаете это Христос не за победу он наоборот сказал идите проповедуйте, а не уходите. Пусты. Трудись, как говорится, а из того, что ты старт был шеф, те, кто еден, те, кто помогает вдовам, сиротам, а не так, что ты ушел и только для себя живешь. Понимаете, в чем дело? Это да, из этого сделали просто тоже культ сделали. На самом деле, как по первой монастыре появились, были люди, которые хотели просто доказать Богу свою любовь. Уходили просто от мира. Уходили от мира и молились. Были такие молитвенники сильные. Они вот день и ночь спали по часу сутки, ели подобно Ивану Престителю ели тараканов одних. И вот этим самым доказывали свою любовь к Богу. А глядя на них стали создаваться монастыри и стали массово это все. Опять же, я не буду за это говорить. Я готов говорить только за себя. Я не ушел в монастырь. с людьми проповедую Бога живого. А за них ну как я могу на них говорить что-то. А вы слышали такой Денис Тамарин? Слышали? Нет. Если бы вы набрали в интернете его проповеди послушать, или Михаила Ивановича это было бы очень замечательно. хотели бы нет? Если что, я могу дать поэлектронной куче скину ссылки. И может быть вам намного открыт скину 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 вы ощущали когда-нибудь такую благодать? От же от того, что наступит Царствие Божьего и вы будете счастливы в Нем. Вот понимаете, я просыпаюсь и засыпаюсь с этим счастьем. Зачем мне еще что-то искать? Господь меня изливает такую благодать, что я просто не хочу больше ничего искать. Я счастлив с Ним и все. Он говорит мне что делать? Говорит общаться с тем человеком и не общаться. Дух Святой. Дух Святой. Когда живет себе Дух Святой в тебе не существует. Как понять говорит? Что? Явно говорит? Что? понял? Вы говорите вам Дух Святой говорит. Как вы это определяете? Явно говорит или нет? Как явно? через душу говорит? Есть язык который мы умом не понимаем а он просто вливается радостью на сердце когда нежданная радость называется когда вроде бы ничего такого не наблюдаешь ничего такого а в сердце радость непонятная эту радость нельзя ни с чем спутать да есть конечно радость я ее я ее познал в полной в полной мере я ее уже ничем не перепутаю эту радость божественную радость я сейчас с вами говорю у меня сердце обливается теплом таким радостью я знаю что я на каждой смысле я стою в истине господь меня утвердил в этой истине я не хочу никуда больше отступать зачем я что-то еще буду искать когда я все нашел от многого многого не ищу я просто слушая допустим про проведение как Ивана Чакуева вот у меня действительно возникала вот эта вот радость радость да вот благодаря нему я стал читать библину каждый день дело в том что таких людей массой их много таких благодатных людей которые которым да дар проповеди вам просто господь одного человека открывает и там другого третьего мне 4 5 6 открывает вот господь сам дает людей которых слушать я допустим могу тоже сделать там перечень людей которых посоветовал бы вам почитать бы к примеру вот и почитать и послушать также можно я могу дать тоже у меня сейчас есть подборка такая аудио запись тоже по святым отцам то есть подборка по всем святым отцам такие проповеди моменты из проповеди очень очень умный очень просветительный я я тоже не буду вам нет так нет все не хотите вот у вас есть свой авторитет понимаете как даже православие допустим один человек не начнут и глоб на сердце у этого к этому обращаться или подражать этому святому его житию его умение обращаться к Богу вот или доказывать свою любовь к Богу он поступает по его примерам другому нравятся примеры допустим есть такая святая Наталья не помню век конкретно там первые века ее был муж они поженились они еще по сути не были мужем и женой вот и его забирают за слово проповеди за слово Божие в тюрьму забирают и приговаривают его к смертной казни вот и он сидит в этой в камере а Наталья эта святая прибегает к нему и говорит ты сиди только от Христа не отступай а вот а он отпросился как-то вечером и пришел я не знаю заплатился или не помню точно его привели к Наталье она говорит да как же ты пришел ты предаешь Христа пришел вот из тюрьмы сюда да ты что вот она иди в тюрьму возвращайся то есть настояла не то что там спасти его от тюрьмы она стояла чтобы пострадал он за Христа ему руку одну рубит а она его поддерживает да крепись крепись давай второе вторую руку понимаете страдается страдается за Христа и я вот сейчас я этим укрепляюсь ничего себе женщина женщина имела такую силу воли что же я не пострадаю за Христа сейчас вот там не дали заходят два там каких-нибудь этих евро-майдановцы и скажут снимай Христа на меня да что же я сниму я ни за что его не сниму Христа я пострадаю готов пострадать за Христа потому что я знаю что были страдальцы за Христа я их примеру буду ну вот да вы знаете я бы просто себе задавал вот будь я на месте первых христиан я и все моя сочность содержится я боюсь не знаю наверное я бы не выдержал для этого существует жития святых жития святых читаешь вот именно первых христиан как они страдали от как убивали их они они сами бежали просто христиан убивают римские войска они бегут чтобы умереть за Христа мы вот этому должны научиться научиться именно от примеров тех христиан я учусь этому каждый день я прошу Бога вытерпеть меня потому что сейчас времена такие страшные наступают и будут гонения страшные на христиан вот у вас вам как вам легко креста не носите вам легко сказать я не христианин понимаете так а меня видно сразу они ко мне позовутся снимай крест на меня и я учусь в последний момент не снять христа ну вот Игнатий Тихонов что благодатная церковь это значит армянская московская патриархия потом сирийская католическая и еще ну и да и что ну вот давайте перейдем к католической церкви вы хотите сказать о благодатной церкви да там благодать я не знаю я вот в этом не хочу я за это так смело говорить может быть и есть благодать а может быть и нету я как говорится не причастен к этой церкви никак ну как вот Игнатий Тихонов это одна благодатная одна относится к тем где есть я думаю что Господь оставил эту церковь у меня такое есть впечатление просто по тем делам которые они сейчас творят вы знаете есть имен ну да просто вас слышно плохо слышно плохо прерывается звук простите вы слышали что она церкви православной церкви ну да да она входит кстати я не только говорю там и баптисты входят но они это и многие церкви входит в церкви в том числе и православной слышат нет ну как я не знаю на сколько она входит понимаете это московская патриархия как говорится и сделала изъявление я лично себя ощущаю причастником церкви я туда не вхожу понимаете как вот конкретно я за себя могу ответ дать я не являюсь никакого отношения не имею к ним то что они там творят они сами будут отвечать за себя я туда не хожу вы на эти советы а вы знаете что я торговал водкой ну Сергей ну опять возвращаемся к началу он будет отвечать за это я к этому тоже не имею причастие я ему не продавал как бы и целый не назначал но хорошо а вот крещение заплаты вы знаете практикуется мои у меня допустим священники которых я знаю не берут не назначают цены они берут только пожертвования сколько дадут люди столько они берут если не дают они не спрашивают знаете вот есть такое правда я создам церковь брата ада не одолели слышали конечно как вы думаете католическую церковь разве брата ада не одолели Сергей ну где-то они на эти вопросы не дают не дано ответа нигде бог ничего нам не говорил что одолели или кого-то или не одолели всего лишь будут наши домыслы да и все о чем мы мы можем сегодня одно и завтра другое я не знаю если честно я не знаю вы мне уговорите я смогу если вот такой полноте я смогу на себя отвечать а вот спросите меня а вот ты вчера вот того обидел а ты у него прощения попросил а я смогу сказать попросил или не попросил вот здесь я смогу четкие ответы давать я знаю что на земле сейчас не много людей уже остатки соль земли вот которые люди которые живут по богу люди которые молятся к богу искренне молятся молятся от души и любят бога от души я знаю что есть такие люди их остается все меньше и меньше святой это тот кто верит уже нам Господь заповедовал будьте святы научитесь святости мы просто должны быть святыми мы неделю неделю просвещаемся просвещаемся потом бах один грех нас на месяц назад оттаскивает ну Господь нас будет как говорится будет судить нас по не то что по нашим грекам по нашему старанию избавиться от грехов он будет смотреть на наше усердие как мы трудимся над собой вот что самое важное вот насколько мы признаем нашу греховность нашу наше падение перед богом это самое главное а так то вот богословие что я человек я не силен в богословии вот такой косноязычный человек мне не дано говорить про Бога а есть есть люди с которым с которым можно поговорить они знают писание все все знают но силы как говорится силы молитвы вот или утверждение какого-то это же не дает человек вообще взрослый человек в основе своей своей он не в силах менять себя как захочет вот то есть один сказал мы делаем сделай так или думай так вот человек же не изменится не изменится свои мнения но я вот себе отдал обед благодаря Михаилу Ивановичу до конца дней до конца правильно нас же господь этому учил и следуйте писание сказал господь я скажу это не слишком не очень охота так что ну опять же христос сказал что царствие божие наследует те кто трудится а лентяи не наследует царствие божие конечно тяжело вот так и и молиться тоже тяжело иной раз и неохота а что делать надо себя понуждать как говорится и на молитву и на чтение ну если вот просто я что говорю сейчас есть люди которые подразделяются нам по слабости он господь дал интернет и все и все возможности такие просвещения вот сейчас же можно не то что читать а я считаю можно и слушать начитывают люди допустим я читать не могу мне глаза сильно устают я включаю слушать почему бы и нет а я что-то пытался послушать нет читать статью лучше но это люди просто воспринимают каждого разное один так воспринимает лучше один так лучше воспринимает я лично за то чтобы и слушали если читать допустим людям просто не под силу читать пусть слушают слава божие живо и действенно а что нам просто нам нужно просто как говорится научиться видеть во всем промысел божий вот именно в прочтении допустим головы какой-то нам нужно не просто прочитал допустим да и заклопнул книжку как говорится толкование нужны ко всем стихам библии вот а толкование у кого есть очень подробный вот у святых отцов православия они очень хорошо все места вот книги Игнатих Лапкина с толкованием вот у него есть трехтомник очень хорошо толкуются все места библии очень хорошо нам нужно искать по нашим умам что нам способны что принять наш ум а что сверх того нам не надо искать к примеру люди вот люди сейчас задаются вопросом а вот как там вот когда умрешь и как там и пытаются найти ответ на этот вопрос а на земле это невозможно Господь сказал творю все новое а что новое а то что ни глаз не видел не ухо не слышал а что новое попробуй объясни если слов таких нет это подарок для верующих именно для чтобы не видел кто не видел глаз не пригодил для земли не помню то любви церковь чем знамена тем что не видят креста все таки вот пророком тем же вот израильскому народу уж были же помните стамени в виде облака огненного столба моисей сколько мы народ грешный мы как говорится и знамений не внимаем господь сказал что не даны будут роду этому знамение а он начал давать нам знамение а что толку сейчас дай знамение какое-нибудь самое самое сильное знамение какое-нибудь ну там образ бога к примеру на небе вот а что разве кто-то вразумится от этого никто не вразумится завтра если бы бог явно явил себя то у нас не было бы выбора свободы боли он бы нашу полю я хотел бы еще долго с вами в смысле не сегодня а вообще может быть навсегда с вами общаться если вы конечно этого пожелаете слушай ну мне дело в том что у меня положено по возможности естественно по возможности конечно будем а почему бы нет у меня просто я болею сильно часто у меня сильные боли очень вот и бывает так что у меня нет возможности говорить даже пропадает голос ну вот допустим примерно зубная боли это нечет да как у вас приближать зубная болит то зуб болит а то каждый миллиметр тела так болит как зуб а боль какая тупая острая борщ а там гармония все цвета ну это невозможно это просто бог дает терпение такое и все а так вот люди многие вот у меня девушка одна я знал ее сколько на 7 лет пролежала она просто и бога не познала тоже и господь и вот в этих муках она в болях вот этих умерла ну просто каждодневные истерики паника была вот от этой боли и она не безболивающе не помогает ничего а не понимаешь куда от нее бежать от этой боли от нее не спрятаешься никуда вот а она боль такая вот к примеру зуб болит это там какой-то нерв один болит он микрон ну микронный нерв его еле видно глазом вот а это у меня порван пучок целые нервы и они разорваны все и разбиты как котлета отбивная и вот все они вот так вот болят они же они развиваются по всему телу то есть начинает там от кончиков ног и и кончая вот по самый подбородок то есть вы хотите сказать что боль не выношу не но я выношу у меня люди у меня люди спрашивают а что ты улыбаешься а я говорю я не знаю вот господь вот такую вот благодать изъевает и я радуюсь просто раньше то люди не жили с такими травмами люди долго не жили но к примеру раньше шею сломал и и помер там дня два-три раз и умер человек а сейчас тут научили живут как-то исцелять или может быть вам бог найдет шесть вот вы не думали как лечет я стал через меня сотни людей к христу приходит разве это не чего-то это именно для людей господь так сделал это когда подошли апостолы к христу и спросили глядя на слепого а он от рождения был слеп а они сказали он согрешил или родители его а а христос что сказал никто не совершил не он не родить его это для того чтобы на нем свершили дела божии ну вот я считаю так нам не свершается дела божии люди приходят в оба через меня для этого господь положил меня и я говорю я готов для этого лежать тысячи лет чтобы люди через меня бога приходили серафим саровский как говорит если бы если человек на одну секунду бы увидел царствие божие то есть ну одну секунду буквально вот он согласился бы сто лет провести яме наполненные червями чтобы идти беспрестанно грызли его ради того чтобы это царствие приводится унаследовать ответ я тоже почувствовал царствие божие я готов господи я давай мне любые испытания я понесу но ты дает а чего ради царствия божьего я готов все исти ради вечной жизни я был я у меня же там написано все у меня было три клинических смерти у меня выходил душа из тела я видел тело свое я знаю что такое душа я знаю что такое выйти из тела ощущение все эти знают не господь показал и поэтому у у меня вера стопроцентная мне кажется смерть не быть ее человеку я так считаешь до воскресенья ну вы вы считаете ведь я вам говорю то что душа выходит из тела и живет человек живет до суда он живет и причем разницы не видишь никакой зачем то считать когда я подтверждают это реально подъезжаю когда там не пришел врач врач ко мне пришел я начал ему рассказывать что происходило вот и хирург такой есть не оперировал фамилии табачников нервы хирурга он ко мне приходит на следующий день я ему начал объяснять как он ругал своих медсестер то есть я лежал перед ним вот так вот у меня шрам на шее вот у него так вот шея была раскрытая вот я был в полном наркозе глубоком наркозе был 7 часовой наркоз был я ему рассказывал дословно что он разговорил этим медсестрам своим как он какими словами он их ругал за то что тупые инструменты в них подготовили инструменты к операции я ему рассказывал все дословно буквально откуда откуда я это мог рассказать ну так было я же видел свое тело со стороны его со стороны видел и ощущал ту легкость легкость того бытия смерти нет ни на одну секунду ни на одну секунду человек не выходит из сознания он не теряет его он даже во сне его не теряет сознание своего осознавание того что он человек что он принесет ответ на грехи свои то есть как господь нас создал живыми такими живыми мы останемся во век а смерть смерть это просто переодевание снял одну одежду надел другую одежду а я думал что нет это мусульманские веры это мусульмане так думает что мы так не должны думать но они нас называют неверными господь всех рассудит господь может быть и простит господь возможно и будет их судить по их делам кто как жил может быть кто-то и спасется они же есть люди опять же люди вот живут в своей среде вот в своем народе кто они веровали деды веровали их отцы и они так веруют вот и другое тверо они не понимают а есть люди почитающие бога молящиеся богу они просто заблуждаются ошибаются вот а по сути тоже живут они правильно честно перед богом живут может быть таких людей господь и помилует кто знает это суд божий его господь сказал раз вас дам не судите никого прежде времени я вот я рад что я уверовал это единственная ценность конечно единственная что нам еще бы в этой жизни нам кроме бога что нам еще нужен или что нам еще нужно здесь все остальное нам бы душу спасти бы от грехов своих вот как говорится научиться контролировать себя во всех своих делах ни в чем нельзя мне легко я лежу тут вот у меня особо искушение нету а вы там живете в том миру вам тяжело приходится там постоянная борьба вот с этими грехами то такой муж веры значит патурин и когда он умирал то начальник ггб у того города вот это был истинно верующий человек он когда молился он был вдруг благоговейный перед богом он ночью вставал полностью одевался и ворота и только когда он молится а играть и тихомич он когда выучает 27 вот это одаренный человек интересный святой ко мне люди приходят не спрашивают люди а кто это я вбесы святые говорю увидели живых благовестник благовествующий посмотрите как люди обращаются через его проповеди я свидетель просто дошло да он мне там вот так но ведь он же и ведет подверг и от с наш данную включение страшно что он пришел человек что он пришел никому не интересно ну как интересно опять же под общую ребенку не надо так все потому что я вот сейчас могу познакомиться со священником который служит по книгам и на техновича лапкина то есть и таких храмов не один множество таких храмов то есть они молятся они ведут службы они проповедуют по правилам как должно быть хорошо почему я вообще зачем они будут отвечать за это то что они не приводят у них богу за это будут отвечать вот пришел человек разговаривали просто с ним просто о его грехах о том что тебя ударили в правую щеку ты должен подставить праву тебе лень что-то делать а ты вот ради ближнего и тоже делаешь теперь допустим видишь сироту помогаешь видишь нищего помогаешь а человек пришел он как истукан стоит и кроме как лицемерия он ничего не не выносит потому что он потихоньку начинает ненавидеть услуг терпит терпит и как только она заканчивается нет что я не раз я не знаю я я же еще раз говорю у меня освещение которые не поступают подобно так умеет священники с которыми я веду общение они служат по правилам они понятны проповеди читают они уделяют многие часы своим прихожанам они разъясняют все ведут как бы сведут отдельные уделяют свое личное время часы отдают на изучение библии на изучение евангелия слова божьего вот но ведут такие отдельные уроки катехизации называется поэтому ставь за таких священников я не хочу ничего говорить которые не учат они будут сами отвечать на свое я знаю и говорю за тех которые учат и всем рекомендую их ты же не всегда так было это началось лет 150 тому назад черно мы сейчас мы сейчас вот стараемся вот такие вот как и нате техничные люди они стараются привести людей к истинному православию которое было раньше который было 200 лет надо 300 лет надо было да поголовно все люди веровали во христа которые поголовно шли в церкви начался приходил день воскресные все люди шли в церковь молиться не было таких людей которые не молились вот если человек не приходил в храм его подозревали уже это какой-то ненормальный человек он или больной или какое-то преступление совершил если он не пришел на молитву вот люди молились по суточный круг такой был молитвенный то есть люди через каждые три часа вот все люди вставали на молитву представляете вот православие сила православия была какая то есть каждые две часа не неважно спит ли человек в ночи там или работает в поле он то есть приходил время допустим через каждые три часа все люди бросали свои дела и вставали на молитву вот так молились раньше православные а сейчас это забыто вот одевались женщины одевали вот уже ну сколько лет 30 наверно как женщины перестали уже совсем носить платки раньше но еще даже те времена где фильмы вот старые молодые девчонки все в посылки с покрытыми головами были из нас просто вот это как говорится из нас это вычистили все а мы должны теперь вернуться назад последнее время сатана людей не одевая продевая людей люди то есть которые просто не знают по незнанию делают они делают так все начинаешь рассказывать людям смотришь и я вот о 10 или допустим православные люди еще не знают объяснить вы действительно платите в церкви приносите 10 а где читал я читал одну про десяти на что господь заповедовал принесите все десятины в дом мой хотя бы вы так испытаете меня кому-то израильскому народу а разве разве новый завет где-то отменял это в новом завете люди не то что действий на людей все имение свое приносили к ногам клави апостолов вот для этого дана людям святая она не просто десятина святая десятина об этом сейчас платят десятины пятидесятины некоторые баптисты платят десятины вот пятидесятники платят десятины вот православные вообще не знает ничего от десяти не начинаешь его и но опять же это возрождается все приходит на круги свои может еще топить же 150 200 лет назад об этом люди не говорили об этом люди знали прекрасно от каждых своих заработков люди приносили десятую часть всегда это было во все времена нас держим на нас вычислили на наборе забыть все господь дал заповеди веткам завете принесите сиди стены новый завет не отменял этих господь сказал я пришел исполнить но не нарушить заповеди все заповеди исполняются нарушил кристос то есть полку нет причем причем здесь исполнил он сказал он я пришел не отменить заповеди а у меня он исполнил он не отменял в ветхом завете была дана заповедь десятине и господь христос эту заповедь не отменял она до сих пор работает вот и дающий десятину благословляется сверх сторицей называется я даю десятую часть от моих заработков и я получаю десятикратно больше за это я свидетельствую просто об этом и готов готов просто людям рассказывать об этом что отдайте десятина не жадничайте принесите на стены богу и господь вас благословит а я считаю что десятины это опять я я ничего я не буду говорить ничего каждый будет давать за ста своим делам я вдруг вдруг господь спрашивает вести ну не лучше отдам чем я перед богом потом не знаю что буду говорить а что я скажу перед богом господь сказал мне принесите все десятины в дому я шло а он не спросят почему ты не приносил десятины в дом мою а что я ему отвечу а я заметил что я и приношу десятина господь благословляет меня на всех делах он не дает людей от которых нет я не надо мне ради бога ко мне один из хайкова муж человек то но он верующий человек тоже а у нее предприятие есть ну вот ну там шарпатлет какой-то выпускает он мой цель и я буду вот вам деньги платить от своих доходов десятую часть ну кому ну мне и вот у меня 12000 месяц платим и пусть это не надо ради бога будет у меня на сердце легло тебе вот помогать вот так вот я даю богу свою десятину а господь мне дает сверх моей вести на еще 10 10 то есть я помогаю одному человеку а мне помогают 10 человек и почему же почему же не платить 10 но когда я предлагаю воплотить и вести на господь господь вам даст такие благословения что за эти десятины вы будете получать 100 лиц и это же выгодно но маньяды я я считаю что человек благодарна то есть человек вот сколько сколько она может сколько пускай приносит не сережную я же говорю я просто советую рекомендую а тут принимать и не принимать это делали лично я просто рекомендую советую я хочу сказать вот что один или двое из десяти человек которым я говорю об этом просто как бы проникаются вот люди я недавно и начал говорить об этом а девушка как будто ее прям кипятком облить и как я не платил вот действительно я завтра же побегу отдавать то есть господь вот так вот просветляет сердце и люди как будто пацан от какого-то просыпаются нам же что мы несем то куда мы в церкви божию несем деньги мы же не на бандитские дела отдаем а чё же не отдать я просто не так просто удобно как говорит и себя какие-то вот правила сделать вот такие рамки для себя по рамкам просто жить удобно так вот первое число сегодня я несу десятину отдел моих такие рамки себе по жизни поставить и все я вот сказал у меня допустим я вовек мясо не будут есть все я не буду меня не ем мясо и все ради тебя господи и там все все что угодно ради ради господа господь говорит даже не господь а вот мы как люди возьмем мы вот живем мужчина женщины живут это не свою любовь другого могут доказать только материально вот человек если любит другого человека он кажется все самое ценное дорогое отдает этому человеку то есть вещами какими-то доказывает ему свою любовь так как мы находимся в теле сейчас для нас материальное оно получается самое ценное вот этим мы этим мы должны с богом и делиться все самое ценное богу отдавать не то что там господи я тебя люблю там а ты докажи свою любовь вот я мою вот допустим я член церкви и вот коплю на машину и тут вот какое-то несчастье потом я накоплю на эту машину да я отдам все эти деньги вот человеку собрат у которого случилось несчастье то есть помимо этих десяти ну извините верующих человек много жертв и не согласны понятно десятины это это не жертва десятина это написано десятине в библии что десятина принадлежит богу это не жертва даже мы должны мы обязаны отдать это действительно не принадлежит нам она принадлежит изначально богу то есть ветхий завет об этом говорит это божественные деньги они принадлежат вот просто получил день я отнеси десятина потому что она богу принадлежит и это никакой не пожертвования помимо десятины ты можешь уже продавать и отдавать все что хочешь это будут пожертвования а десятина будь доброты а мы обрезываемся мы обрезаем сердце свое в крещении мы обрезаем животных жертву приносит как сколько там вот моисея ставил нам зачем мы должны взять все самое полезное все самое лучшее я же просто говорю то что я на себе проверил на себе я знаю людей которые вот и на техниче возьмите он платит 9 10 до вот то есть уже 50 лет 52 года он вот получает зарплату до 100 рублей потом 90 рублей отдает богу отдает и посмотрите вот как он живет вот мы начинали с ним беседы еще когда по весне начинали его у него он будет мне еще нету ничего вот следите следите за мной как господь будет давать по молитвам вот поправите по роликам посмотрите как господь людей дает вот на эту поездку как происходили сборы как появлялись люди которые которые господь посылает сейчас последний даже момент вот на прошлый не в начале этой недели человек просто появился просто позвонил и сказал вот я выделяю вам деньги тут даю вам на место под склад книг присылает машину фуру вообще там за три тысячи километров фуру присылает за книгами что вот поехала машина с книгами господь так сделал тут помог больше всего димитрий который приехал из сталинграда калугу калужсков тысячи километров все сделал приготовил и опять уехал вообще какой народ в россии пугать россию за что когда такие люди он он себе сидит дома молится и стоит на коленях а господь у него все вопросы и финансовые все решает почему почему вот так и не сделать отдать богу всего себя вместе со всеми этими нестинами и со всеми другими делаем не живой мы этим самому доказывает свою любовь богу вот этими правилами нею не по доброходности там какой-то сердце своего там сегодня я добрый сегодня я отдаю завтра злой я вот завтра я другое думаю совершенно просто правило себя завести такой все я плачу 10 без всяких этих там без всяких своих настроений получил я день я отнес истин это все судом чушь не но если кто решил 10 отдельно почему и нет но как закончится это не я не знал что об этом бог сказал принесите себе стены в дом мой испытайте меня хотя бы в этом не и и за юрий я на вас благодать своим вот и я узнал может быть по корысти своего сердца я узнал что если я отдам богу нести но он меня за это столицей как говорится благословит я ему принесу 100 рублей а он мне 1000 за это даст почему бы это не сделать такой такая выгодная сделка и никто ни один банкир на земле не предложил как бог люди от для несут деньги свои проценты кладут господь сказал любую любые деньги вот эти он не благословляет проценты либо вот возьмем даже вот ругаем этих мусульман а мусульман не строят банки не дают в рост денег а у нас полно и отдаем мы себе называем христианами отдаем в рост деньги а деньги в рост грех большой то мне как-то люди дают сколько просто как обезопасно все то инфляция ну мы крыльцы нашим делам можем давать объяснение как я перед богом господь сказал своим словом управдаетесь и от своих слов уже осудитесь господь сказал не я вас буду судить а слова данное будет судить в новом завете разбить а 10 слова ну потому что это это заповедь утверждена она утвердительно то есть я спой сказал ветхом завете принесите все это все закрыта тему она закрыт вы меня наверно не видите уже да да не обиж работая столько же так что раньше торговал на рынке подумал потом профессию надо конечно надо тоже тоже за это многим говорю то что ну господь нам дает таланты а мы вот живем мы не знаем даже какие у нас существует талант не раскрываемся просто надо пробовать себя побольше во всех делах то есть человек живет и даже не знаешь что он на что-то способен а потому что боится пробовать много противоречия монастырь и пустынки вот эти вот все это же ведь это же есть она не от христу и никакого каши почему вот и гнатин и хинс должен осудить и он должен отказаться от вот это почему а у этого разве иван ересь вы имеете ввиду иван креститель которых и христа крестил гавардан он ни в коем случае не был пустын как же не был пустынником он жил в пустыне до пришествия христа питался аппидами и диким медом и носил власти власти лосиницу был истинным монахом там она же время на ней монаха не вам можно один он жил в пустыне половину своей жизни он прожил в пустыне питался саранчей и медом диких пчел вот и носил на себе одежду из люблюжнего волоса полностью с вами согласен до рождества христова много было пророков которые жили в пустынях через которых проповедовал господь подождите но ведь иоанн креститель это было угодно самому богу отделить чтобы он ждал иисуса христа а кто знает или что этим монахом не угодный богу кто так может сказать и сам кристос сказал что сказал что я вас не забираю из мира а наоборот идите в проповеду сам кристос запретил вот это монаше создание нигде он не запрещал если человек писал я прошу где-то в пещере он для меня не оторитет потому что он для меня извините он для меня еретик мы живем и вот своим слабым умом как которым который на котором нас сатана постоянно искушает мост своим умом вот таким грешным стараемся людям какие-то вешать ярлыки марки там уже ставить там какие-то значения чем мы можем сказать человек мы всего лишь внешность она обманчива а дел мы их не знаем они жили вот он живут и живут они в монастыре кто там кто знает может или них такие люди есть которые там рядом с престолом сейчас находится божий а мы допустим сейчас начнем их осуждать а большего грех от нету чем таких людей осудить господь стал не судите зачем опасно вообще таких людях что-то говорить не вообще любых любом человек опасно говорить я просто считаю что для меня и написано и написано в пустыне в пустыне я не иду не проповедую пустыне все не жарю я за себя отвечу а каждый за себя и сам отвечает православие я называюсь православным человеком и православие от этого не умолилась они не пошли проповедовать мира я пошел они православные я православные надо будет если приносит какой-то так вот есть человек пропагедует монашество это есть надо истокнуть так кто стал что это есть сергей но это глубина такая уже вы решили все шуты ересь а кто он сказал что это ересь непонятно раз где то написано что это ересь кто и где эти написано что это ересь откуда вы взяли что это ересь ну а где написано что монашество ересь они они не шли а уходить вот и все откуда вы знаете куда они шли куда они уходили вы что конкретно присутствовали там мы видели куда они хотели как как можно выносить такие утверждение я не понимаю не будучи свидетелем и даже не считая ни строки вообще об этих я таких об этих у нас и идет понятие какой-то пространные отяком и но эти конкретно вещность возьмем поговорим они и уже там посмотрим по его жизни по описанию его жизни он ходил и куда не ходил но ведь но ведь вот вот тут тот же тихо на чем осу осудил осудил это мокаж вы же сами это слышал я еще раз говорю он не все монашество осудил он не брал конкретно вот эти хорошие а вот я о чем он не брал понимаете как а вы его самым а вы его зайдите к ним к нему зайдите и и вы спросите у него вина те с чего всех всех вот так вот не было таких монахов которые не с ней слово божие вот жития он же он же специально вот начитывал вот вам будет очень полезно послушать по житиям он там он читает все жития вот которые у нас есть вообще православие там больше 1300 житей он говорит где жития полезные вот а где не полезны где стоит подражать людям которые славили бога и веровали а где не стоит подражать их вере он специально для этого вот он сделал сколько дней потратил больше недели введом потратил потому что этого никто никогда не делал он борется за чистоту православия за понятные проповеди чтобы люди понимали все куда они пришли зачем они пришли потому что мне стыдно мне стыдно да что православной церкви вот такие вот священники мне стыдно и просто обидно а что я могу сделать я ничего не могу сделать они они будут отвечать перед богом за свои злодеяния не священники это не сама суть православия на а не простите жёсткого массы ну вы погладить под нам погланили мочкам монашество и многое многое там перечислять клир и прихожане вы не знаете ничего не знаете о православной церкви а делайте такие заключения так так тоже нельзя будет надо исследовать и потом уже вот так вот говорить почему решили что я много много лет читал про пятидесятничество про пентистов про мормона я многое это изучал и проговорение языках это анти это вообще ужас я как-то познакомиться с мормонами и как я просто ну да пятидесятники это что такое говорение языка это не иные языки а именно иностранные языки которые были понятны тем кто пришел на праздник они удивились это было и с на пробой о том что все таки христос был истинным богом и что это вера началась вера христианта то есть вот они тоже самое мусульмане не мусульмане это вообще это это вообще ужас это во-первых какие какие-то пародисты вот как сатана он тоже пародирует антихрист берет что-то я вот все какой-то вот что-то взялись по совета что-то споем нагородили это что же пишет вот застрелили православный священник как же его про мусульман пишет вот он хорошо написал человек человек большого ума но но таких таких людей православие просто сон целый тысячи людей таких и они всех православий потому что они познали суть православие они знают что такое православие истинное православие это не трудно говорить потому что когда я же видят библии не отклоняюсь я говорю все как по библии библии написано там про монашество вообще ничего нет там много прочего нету все это на основе вот эти реакции держи все же этого нет почему не было ряса это ризы одежды христос ходил в длинной одежде подобно христу сейчас ходят священники в длинных одеждах называются ризы почему не было все это даже не дневная другая одежда христос ходил он не не имел двух одежда такой одежде ходил если вы допустим христос пришел бы в это время он выходил бы в обыкновенных брюхах до рубашки ну а кто кто знает разве мы можем утверждать такое разве христос пришел вы считаете если бы христос пришел сейчас он бы и бороды не носил бы брился бы что не понял я если бы христос сейчас пришел бы он и брился бы вы думаете я про одежду скажу ну а какая борода это одежда тоже вот между прочим баптисты еще 150 лет носили все бороды с бородами как и православные ходили почему вы чего не следуете своим братьям опять же потому что было соблазни духу мира сего а кто господь сказал кто дружит с миром тот враждует с богом господь как сказал по библии в библии как сказано и не коснется бритва бороды твоей ваш понимаете как он людям это сказал и новый завет этого не отвергал почему вы говорите я следую библию почему вы не исполняете заповедь божию не следите бороды свои подожди в новом завете вообще работал я же говорю ветхий завет у нас еще 150 лет в голове такого даже уместиться не могло 150 лет не 150 300 лет назад потому что это первый приказал стричь бороды вот а у людей даже в голове такое не умещалось чтобы ходить без бороды вот люди просто понимали что он мужчина он носит бороду если он не носит бороду он блудодейник какой-нибудь или там этот самый как их называли так понимаете это ненормально было то есть это раньше полу и об этом не надо было писать вот это все равно что как носить штаны и человеку нужно было так и бороду носить чтобы не оголять стромоты свои а мы приселись миру и ходим вот безбородые все а за это будет спрошен и все что было написано это было написано для израильского народа для того что он не осквернился чтобы мог сохранить для того чтобы было куда прийти кресту также можно сказать о новом завете все на все что все есть допустим оборуду не написано там не написано много забить а это не нужно писать потому что это на скрижале к сердцу написано это врожденно должно быть у человека понятно как нужно закрывать срамоту свою одевая штаны так и носить бороду это а грех нас на наши сердца вошел настолько что мы уже стали просто естественное и как говорится извращать это естественно как растить женщине волосы волосы есть покров женщины вот так и мужчина должен носить бороду там женщина отличается тем что носит волосы растит а мужчина отличается тем что растит бороду хорошо сергей написано же библии что мужчина не только нарастить волосы есть есть в новом завете и женщина не должна быть то есть все что было важно апостол павел и крик тот сказал он замечал заветит проборо нипла написано нет слове не живári упры dislocated это естество это получил как умываться понимаете длинню чтобы умываться у человека не нужно об этом писать чтобы стать человеку его могела да его об этом не нужно писать ек более борода это такое если все которым невозможно писать совершенно если это это нормальное явление Когда стал 300 лет Петр Первый назад брить бороды мужикам, это была такая истерика в Руси. Мужики просто не понимали, как это такое, у них в голове не укладывалось, как он будет без бородой ходить. Они прятались, люди прятались, они стеснялись выходить на улицу из-за того, что без бородой были. То есть это было в крови, на сердцах у людей написано. Бродолюбие является одним из фундаментальных добродетелей русского православного человека. Даже слагались оды, духовные стихи мужьям бродолюбивым. Те мужья бродолюбивые, это те, которые холили свою бороду, отращивали ее и относились к ней по-человечески. Ведь когда человек скребет себя бритвой, он же на самом деле, с точки зрения символизма, сам себя кастрирует. Бритва и нож, использующийся для операции по превращению мужчины в евнух, это одно и то же. Символизм абсолютно тот же. Ведь на самом деле морды первые стали брить жрецы и зиды, которые одновременно и кибелы, которые кастрировали себя. Бритье и кастрация это фактически одно и то же. Например, на Руси всех бритолицах, бриторожах, бритомордах их считали голубыми, на самом деле, гомосексуалистами. Потому что человек без бороды, это все равно что-то без штанов вышло, на самом деле. Есть еще и на Макканоне очень четкое высказывание, что тот, кто возводит резала на бороду свою и на уст свой, да будет проклят гореть в аду. Это очень серьезно. Вот многие к этому относятся формально, на самом деле, но бородолюбие, вот такое как бы совсем забытый у нас добродетель, оно может просто привести человека в рай. Вот даже если человек, например, ну не очень хорошо соблюдают другие заповеди, но прилежит бородолюбию, то он имеет шансы быть спасенным. Потому что, на самом деле, он показывает уважение к вере отцов, к благочестивому виду. Конечно, бородолюбие не заменяет всех остальных добродетелей, они тоже предполагаются, но начинается все с бороды. Вот человек сбрил бороду, ну и все. И на самом деле дальше что с ними там говорить? А ведь раньше тоже было интересно, что бороды брил Петр, он как раз привносил с собой вместе гомосексуализм и разрушение традиционных устоев русского народа. Это была модернизация и вестернизация. Он фактически кастрировал русских людей, и они весь 18 век проходили бредомордами, все практически. Там только крестьяне носили бороды, которые были, их не пускали в Санкт-Петербург. Там потому что можно было только в кольцонах, которые носил знать в то время, и без бороды. И допудренные парики, то есть чистый такой вот адско-садомийский типаж, который был нормативным в 18 веке. Но что интересно, в 19 веке опять мы видим, появляются бороды в высшем классе. Такая была консервативная революция. И бородолюбие опять становится довольно серьезной добродетелью и даже модной вверхах. Это, конечно, принесли славянофилы, мужи бородолюбивые. Но на самом деле к концу 19 века уже цари русские стали опускать бороды. То есть был возврат. Даже Ленин у него была хреновенькая, но бородка. А у Сталина даже бородки, но зато усы. Потому что считается с точки зрения намоканона, православных канонов. Ну если уже совсем не можешь, уже совсем просто выродок, ну хоть усы там оставь себе. Вот на самом деле усы не заменяют бороды. На самом деле хотя бы указывают о том, что здесь должна быть борода. Безбородные, безусые люди, они, конечно же, выпадают из русского коллективного бессознательного. Они нами считываются, как заезжие там жонглеры, там какие-то перверты, да, латиняне. Это римские посланники римского папы. То есть какая-то невменяемая сволочь с точки зрения русского такого традиционного взгляда на мир. И вот для современных, вот таких консервативных, православных, ну человек без бороды это не человек.